Привет всем! Меня зовут Даша, мне 23 года, я живу в городе Смоленске. Чем занимаюсь в данный момент? Работаю, зарабатываю на путешествия, на жизнь. Немножко пишу, немножко читаю, немножко чем-то увлекаюсь, ну, живу в принципе обычной жизнью. И одно из моих увлечений — это интерес к осознанности, который появился у меня ещё, ну, так скажем, условно, появился и зародился в конце 2017 года, когда я приняла участие в курсе «Сделать себя сам». И до этого я ещё была подписана на влог «Алмаза в дороге». То есть постоянно, периодически я слежу за его проектами, за статьями, за всеми движухами, мне это очень сильно откликается. И вот наступил такой определённый момент в моей жизни месяца, наверное, полтора назад, когда я почувствовала такую, что немножко теряюсь, короче, что-то идёт не так, или что меня окружают не те люди, занимаюсь я не тем. Ну, и мне очень захотелось глубже залезть в те вопросы, которые как бы в повседневной жизни я решаю так, из раза в раз. Вот, и тут просто совершенно случайно, ну, мне это казалось просто волшебством, магией какой-то появился этот курс за 3000 рублей, которые я могу, в принципе, себе позволить. Ну, так, если чуть-чуть собрать, то могу позволить. Вот, и я обратила внимание, курс назывался «Погружение в страх». У меня на самом деле не было такой идеи, то есть так, у меня есть вот этот страх, и мне с ними нужно вот что-то сделать. Ну, я думала раньше о страхах, то есть, ну, ладно, ну, как-нибудь справимся, короче, всё такое. Я просто чувствовала интуитивно, что мне нужно в это погрузиться, нужно это всё структурировать. И так как в текстах алмаза я постоянно нахожу отклик, ну, как бы сказать, что они меня мотивируют, это немножко не то слово, но они резонируют, в общем, очень часто. И я, поэтому я не задумываясь, как подала заявку, скажу, что сразу меня просто удивило максимально, что в первом же видео я поняла, насколько мало я ожидала, и насколько много мне уже сказали за 20 минут. Я постоянно нажимала на стоп, чтобы всё это записать, переварить, потому что как будто я уже что-то такое проживала и что-то такое испытывала, и всё это складывалось в картинку. В общем, так продолжалось весь курс, это перманентная гармония, какой-то дикий восторг от того, что происходит. В общем, что конкретно-то было, во-первых, как я стала относиться к страху. Раньше у меня была такая цепочка, то есть, допустим, я боюсь остаться одна, ну, допустим, остаться в одиночестве, что меня кто-то просит, или там остаться без работы, и как бы стрелочка, выход из этой ситуации такой, со мной что-то не так. Ну, люди же живут успешные, осознанные, ну, я не такая, ну и всё, конец, короче. Нужно что сделать? Нужно просто перестать быть не такой, а что это значит, я совершенно не понимала и пыталась такая, так, сейчас нельзя так делать, нельзя так делать, нельзя. И это всё приводило к тому, что я чувствовала, что мне тяжело и как-то не решалось. Ну, что-то решалось, настроение хорошее решается, что-то не так, всё, и у меня наступает тупик, куча вопросов, зачем, как, почему. И как-то ни к чему, давненько ни к чему я к такому важному, особенному не приходила. А в курсе мне удалось просто разложить для себя максимально всё по каким-то уровням, как будто во мне уже было это внутри. И теперь я просто всё это услышала и такая, да, спасибо, это всё мне, это же ведь невероятно. Очень важная вещь, которая произошла со мной во время курса, я реально осознала, я почувствовала фразу, что означает быть самим собой. Вот это мотивирующая цитата, которую можно услышать везде буквально, все говорят её друг другу вообще в массовом порядке. Я говорю её своим друзьям, мне говорят все её родители, но я не могла даже себе представить, что на самом деле это означает, и насколько, какое чувство свободы даёт понимание, истинное понимание вот этих слов. И к этому я пришла посредством работы со страхами, то есть сначала кажется, что курс называется «Погружение в страх», то есть вот у тебя на поверхности страхи, ты типа с ними работаешь, но потом я поняла, насколько глубоко эти страхи зарыты, и как много вещей они контролируют, и то есть погружение в страх — это не значит, что у тебя есть такая проблема, и тут ты раз знаешь теперь, как её решить. То есть это всё, это курс — это, я не знаю, это основа, в принципе, применимая к любой работе с собой. За время курса, после курса я приняла два очень важных решения в своей жизни. Наверное, в подробностях тут не имеет смысла рассказывать, потому что это достаточно долго, но эти решения из разряда, наверное, самых важных, самых важных за последнее время, действительно, сильных решений, которые уже я чувствую, как меня меняют и сколько много мне дают. Короче, говорить, вообще в чём это всё заключалось, моё решение в том, что я стала честнее в разы с собой и перестала бояться быть честнее с другими. То есть я разрешила себе быть тем, чем я являюсь на самом деле, а раньше я говорила, то есть да, я такая, и вот я такая есть, сама такая, с сама собой, и я не понимала, что на самом деле я говорю так всем, да, а когда я начинаю что-то делать или там знакомлюсь с новым человеком, у меня в голове такой жучок, он такой так. В той ситуации ты поступала так, значит, эта ситуация должна поступать так, ты не должна отступать от своих принципов, вот ты, ты, ты. И я такая, окей, и это же что, как бы диктует мне, что делать, и если я понимаю, что, блин, мне очень некомфортно так делать, но я должна, ведь я же что-то там из себя представляю, то, короче, сейчас вот эта цепочка, эта система, она просто потеряла смысл. Я не могу сказать, что у меня теперь всё прекрасно, замечательно, и просто я встаю с улыбкой, там, не знаю, я пою с птицами на рассвете и всё такое, но этот курс, он как бы, во-первых, на протяжении всего, всей его длительности, он мне подарил просто незабываемое впечатление восторга, во-вторых, это какой-то очень важный, то есть не такой восторг, как допинговое счастье, вот это удовольствие, а какой-то живой, настоящий, невероятно настоящий восторг. который просто, ну, человек обязан его испытывать, я думала, что люди могут его испытывать, там, раз в неделю, вот такое бывает, там, какое-то событие может, вот, взять и вызвать его, но потом, благодаря курсу, мне удалось немножко пересмотреть свои взгляды на этот вопрос. Что ещё хочу сказать, что у меня было такое представление, очень стереотипное, и, ну, может быть, сейчас оно как-то по-прежнему живёт, но я очень уже, ну, я уже как-то умею его различать и понимать. Вот у меня раньше была такая идея о том, что, ну, я никогда не говорила этого вслух, просто в голове такая, оп, картиночка, о том, что, ну, вот есть люди успешные, осознанные, вот у них там что-то получается, они чего-то добиваются, и либо, тут два варианта, то есть, либо это какие-то просветлённые буддисты, которые просыпаются в 5 утра, там, не знаю, читают мантры, какие-то, ну, сумасшедшие такие, типа, блин, мне казалось, они так странно живут вообще, что это за люди, либо второй тип, это вот трудоголики, которые так я работаю над собой, мотивация, я должен заставить себя что-то делать и так далее. Я думала, вот этим ещё, по-моему, хуже, они вообще, наверное, даже не умеют ни удовольствия от жизни получать, ничего. И благодаря курсу я поняла, насколько же сильно я зарылась в своих представлениях о жизни, и как же я на самом деле ошибаюсь. Это очень важная, важная прошивка, которая мне мешала делать абсолютно всё практически. Ну, в общем и целом, у меня вроде бы всё было хорошо, и мне казалось, что всё нормально, но вот тот момент, что я смогла поменять эту прошивку, ну, хотя бы я сейчас иду на пути, наверное, к полной её замене, это, мне кажется, просто, это дарит лёгкость, это дарит живое чувство какое-то такое. Я думаю, что это очень важно. Думаю, что важно попробовать себя на этом курсе, даже если тебе кажется, что всё нормально. Нет. Каждый раз я думаю, ну всё, теперь-то я всё знаю. Но потом, когда я такая, ну, если всё-таки разобраться, я начинаю разбираться, и я думаю, да ладно, да можно быть ещё лучше. Да ну вот вы что, серьёзно, случается ещё лучше. В общем, 10 минут моего отзыва, я бы сказала гораздо больше, будь у меня на это возможность. Если кому-то будет интересно, я с радостью поделюсь там лично, или в личку, или как-то при звонке, или при личной встрече, и расскажу вообще о конкретных деталях, что и как мне прям отзывалось, и как на самом деле важно, важно испытывать это чувство и идти к нему. Вот. Так что на этом, наверное, уже давно пора заканчивать. Спасибо.